Всем привет! Спасибо, что поддержали прошлое видео. И в этом видео я вам расскажу, почему же я перешел с Бинома наоборот. Почему же я перешел с Олимпа на Бинома. Смотрите, 10 месяцев назад у меня был ролик, в котором я жестко раскритиковал Бинома. Вот некоторые пользователи мне присылают этот ролик и говорят, как же так, ты раскритиковал жестко Бинома, а теперь сам на нем торгуешь. Я вам скажу следующее. Народ, времена идут. Если какой-то брокер меня начинает не устраивать, понятно, что я перейду на другой брокер. Я не буду там терпеть косяки Олимпа. И так случилось в этот раз. Давайте посмотрим это видео. Почему же меня тогда не устраивал Бинома. Вам нужен сайт? Почему же меня тогда не устраивал Бинома. Я тогда только начал тестировать Бинома. Тогда я еще торговал на IQ Option, на Олимптрейде. То есть мое было первое вот это вот знакомство. И мне брокер очень не понравился, потому что у него было два жестких косяка. Я даже это все написал. Сейчас это все не работает, и я уже, видите, написал предупреждение людям. Была комиссия на вывод средств 10%. Я говорю, народ, как это так? Я говорю, Бинома. Они мне уже со мной связались. Я говорю, как это так? Комиссия 10%. Ни у одного брокера. За все, за весь мой опыт, ни у одного брокера не было комиссии. Я говорю, вы что гоните? Как это может быть комиссия? Дальше. И нельзя было пополнить с долларом. Я хотел с WebMoney завести в долларах. Нет, нужно заводить в рублях. Я переводил в рубли. Я жестко раскритиковал Бинома, на что сам брокер начал мне отвечать. Видите, сам официальный канал Бинома мне начал отвечать. Я говорю, народ, исправляйте свои недостатки. Потому что, ну, это реально дичь за комиссию. Что-то я еще говорил. Это я уже здесь написал объяснение. Кому интересно, вот посмотрите этот ролик, за что я раскритиковал Бинома. А, еще здесь нужно было. Была комиссия, я поставил заявку на вывод, и мне нужно было эту комиссию вручную считать. Вы представляете, вручную. Я думал, они отнимут деньги, выведут меня с комиссией. Нет, мне нужно было написать вручную и посчитать комиссию, и тогда поставить деньги на вывод. Вот это был полный бред. Я тогда психанул, вот здесь слил деньги. Потому что я уже устал ждать этот вывод от них. Сейчас такого нету, народ. Сейчас Бинома изменился. Они убрали комиссию, и убрали, и можно теперь пополнять с долларов. Все теперь нормально. И они мне написали, вот мы изменились, благодаря вашему видео. Вы представляете, сам брокер мне написал в личку, что мы изменились. И попросили меня, пожалуйста, удалите видео. Я им сказал, конечно же, я видео удалять не буду, это моя история. Были косяки, значит были косяки. Ничего я не удаляю. Пусть люди все смотрят. Я, конечно же, мог закрыть это видео, да, и не было бы ко мне претензий, да. Потому что, чтобы не говорили, что я критиковал Бинома, а сейчас сам на нем торгую. Я его не стал удалять. Потому что были косяки, были косяки. Исправили все отлично, и теперь я сам торгую на Бинома. После того, как у меня произошел жесткий конфликт с Олимпом по поводу одного пункта, я говорю, нет, ребята, я с Олимпа ухожу. И нашел, конечно же, ну, самый лучший пока брокер в СНГ это Бинома. Олимптрейд, не Олимптрейд, IQ Option тоже нормальный, но он не работает в России. Так как у меня 90% партнеров с Россией, я принял решение торговать на Бинома. Пока что здесь все нормально. И вот так вот, народ, я изменил этого брокера. Вы представляете, благодаря моему видео, тогда еще даже не было нормальных видео. Этот брокер не такой уж и старый, как, например, 24 Option, Binary, IQ Option. Вот Олимптрейд и Бинома это относительно молодые брокеры, они с какого там, с 2014 года. Так что теперь я сам торгую на Бинома, и все пока у меня отлично. А с Олимпом начались траблы, и мне по поводу одного пункта, мне столько людей в личку начало писать. Рэпер Трейдер, разбери, разберись что-то такое, почему идут эти сливы, почему идут эти закрытия постоянные. Я принял решение, чтобы не подводить своих партнеров, переходить на Бинома. Но, конечно же, главным, главным таким, у Бинома какой есть главный плюс, так что это то, что у него самые лучшие котировки. Вот это мне понравилось. А для трейдера, мне не важны бонусы, там, что можно выводить, как у Олимпа, или вывод без документов. Это все не важно. Важно, чтобы были нормальные котировки. Вот эти мне нравятся в Бинома. Вот это вот его самый главный плюс. И тот плюс, что мы можем торговать на выходных, мы можем торговать на криптовалютах. Это тоже очень большой плюс, потому что работа в группе у нас идет 7 дней в неделю, мы торгуем в закрытой группе. Также недавно вышло видео бывалого трейдера по поводу, по поводу Олимптрейда, он тоже там взломал Олимптрейд, нашел какой-то баг, что-то там прописал, не знаю, что он сделал. Короче, у него теперь любая сделка закрывается в плюс, убыточная и обычная сделка, то есть убыточная и прибыльная закрывается в плюс. Смотрите, сделка на повышение, видите, да, а закрылась на понижение, 46-43. Но все равно есть доход, то есть он что-то там нашел, смотрите у него какой счет, 161 тысяча долларов, и он будет, говорит, будет пробовать, ставить эти деньги на вывод. Ну понятно, это он что-то там нашел, как-то эту сумму сделал себе, то есть нашел дыры в этой вот системе. Так что пока я вам на Олимпе не советую, вот почему я пока торгую на Бинома и пока считаю его самым нормальным брокером. Конечно же, если будут косяки на Бинома, я тоже это не буду терпеть, я все вам расскажу и тоже с него уйду. Так что кто теперь меня будет спрашивать, почему я ушел с Олимпа на Бинома, я вот всем буду скидывать этот ролик. Так что в следующем видео я вам расскажу про Олимптрейд, про один пункт, про наш конфликт с Олимптрейдом, тоже будет очень интересно. Давайте, народ, опять же, поддержите, поставьте 200 лайков, вам это несложно, вы по 360 мне ставите, это очень приятно, что вы хотите узнать эти темы. Так что в следующем видео будет очень-очень интересно. С вами был Репертрейдер, спасибо за просмотр, всем пока.